Мы приехали получить игровую практику, те, кто мало играет, и ребят из молодежки, в целом, матч проходил моментами то, что мы хотели, наигрывали, а моментами где-то спешили, где-то что-то. Но в целом, результат положительный 2-0, 2 забили, ворота свои не пропустили. Состав был экспериментальный, как настолько сложно было сыграться быстро? Ну, конечно, ребята кто-то, Годяев, Волков, приехали вообще с Остана Держинска, чтобы сыграть матч, поэтому где-то первые минуты, наверное, больше наигрывались, сыгрывались друг с другом. Расскажи, как ты гол забил, очередной сфотой? Ну, наверное, практически один в один, как и до этого, Химком, практически идентичный. Также откился на ближнего и сработал головой. Вообще, с какими чувствами возвращался в Белоруссию, где ты провел часть своей карьеры? Приятные какие-то ностальгические воспоминания, потому что почти полгода провел здесь, и в целом этот город мне понравился, как он красивый, чистый, и в целом было приятно нервничать. Как тебе вообще сотрудничество с Держинска, с Локомотивом? Лично тебе эта польза сильно принесла? Ну, я ехал туда за герой практикой, я ее получил, полгода играл, и я считаю, что это хорошее сотрудничество тем, кто мало играет, у них есть возможность поиграть в высшей лиге. Пускай не России, но это Белоруссия тоже намного другого игрока, нежели молодежка. Сегодня лично нам очень понравилось на трибунах атмосфера, это всегда так в Минске, Беларуси, как тебе сегодня? Ну, не на всех стадионах, но в Беларуси много всегда болельщиков, в Неман, Гродно тоже много болельщиков, и еще несколько команд, где приходит много болельщиков. А так, на некоторых стадионах не так много, но всегда определенное количество приходит. После матча вы подошли к нашим болельщикам, там был такой перфоманс небольшой, что там было? Ну, болельщики предложили новое вести после игры, кричалку. Мурашки были? Да. Ну, определенно что-то новое, приятное. Болельщики вели, мы поддержали. Продолжение следует...